Сегодня депутаты законодательного собрания третьего созыва подвели итоги своей работы за два с половиной года. Это своего рода экватор их деятельности. Позади 32 сессии принято 279 законов Забайкальского края. В частности, много работы было именно в полях, то есть на выездных заседаниях, где удается напрямую поговорить с населением края. Так удалось окончательно решить вопрос с запуском в ближайшем будущем рудника в Краснокаменске, провести проверку ТЭЦ-2 после жалоб местных жителей на смог в Чите и выслушать жителей Харагуна в связи с закрытием круглосуточного стационара в селе. Мы заслушали все стороны, посмотрели. Депутаты единодушно поддержали мнение жителей села Харагун о том, что такой шаг по закрытию стационара круглосуточного недопустим. В настоящее время в Харагуне работает 15 коек дневного стационара, лаборатория, устанавливается компьютерная техника, проведен интернет для того, чтобы возможность была проводить какие-то консультации онлайн. И ведутся ремонтные работы в корпусе с целью размещения поликлинического отделения с работой его в стационарном круглосуточном режиме. До 15 мая стационар все-таки будет открыт. Дмитрий Терюханов добавил, что в крае еще 8 таких стационаров под угрозой закрытия, а значит депутаты продолжат работу в этом направлении. В планах на ближайший год у парламентариев комитета по молодежной политике и спорту, со слов их председателя Георгия Шилина, обратить внимание на питание студентов училищ, получающих рабочие специальности. Здесь есть такая вот тонкость, что нету, не кормят их, а должны кормить. В плане того, что та сумма, которая выделяется на сегодняшний день, она недостаточна для полноценного питания данной категории. Ну, также у нас на контроле, это, конечно же, и целевой прием в ВУЗы, ну, а это вследствие как раз-таки один из методов решения вопросов дефицита кадров в отдельных профессиях. Значит, ну и, конечно же, такой тоже ключевой важный вопрос – это обновление материально-технической базы наших школьных столовых и также оздоровительных детских лагерей. Добавим, что 24 марта состоится пленарное заседание законодательного собрания, на котором будет снять должности в связи с уходом из жизни Игорь Лиханов. Рассмотрение кандидатов на пост нового председателя запланировано на 21 апреля. Анастасия Шубина, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье».